Девушки отдыхают А может быть и так, что делать, если грядущее сокращение коснется и меня? Если вы домохозяйка, со временем вы будете волноваться. Хватит ли семейных сбережений на учебу детей или придется вернуться на работу? Даже самый самоотверженный учитель время от времени задается вопросом, сколько еще мой труд будет так ничтожно оплачиваться? Конечно, среди наиболее популярных будут и такие. Провести выходные с детьми или выйти на работу и принести в дом лишнюю копейку. Как в жестком рабочем графике, ежедневной рутине найти время на фитнес или бассейн? Купить то, что понравилось или отложить покупку до лучших времен? И еще огромное количество вопросов, отвечая на которые мы действуем вопреки своим желаниям и мечтам. Уверен, что вам знакомы эти вопросы, но ответ на них слишком прост, чтобы принять его сразу. Это деньги. Но не делайте быстрых выводов. Я не говорю, что деньги решают все проблемы. Я не говорю, что на деньги можно купить счастье. Я говорю, что деньги это ответ на самые важные вопросы, которые мы задаем себе каждый день. Хорошо, скажете вы, я буду больше работать, следовательно, больше зарабатывать. И моя семья станет счастливее. Но это не так. Вы заработаете больше денег. Но принесут ли они желанное счастье? Успеете ли вы в этом случае на хоккейную игру с участием вашего сына? Посмотрите на этот график. Если вы продолжите работать по найму, ваш доход будет всегда алиментирован окладом. Вы продаете ограниченное количество времени, получая за это ограниченное количество денег. Даже работая больше, вы вряд ли сможете рассчитывать на существенную прибавку. Для большинства людей в России заработанные таким образом деньги не покрывают и части потребностей нормальной жизни. А многим позволяют лишь сводить концы с концами. Есть ли возможность что-то изменить, зарабатывать значительно больше? Конечно, есть. Как вы думаете, что объединяет большинство успешных людей во всем мире? Хорошее образование? Нет. Наследство от родственников? Нет. Карьера в крупной компании? Тоже нет. Правильный ответ состоит в том, что все они начали собственное дело. Где бы вы ни жили, каким бы ни было ваше образование и финансовое положение, у вас есть мечта быть хозяином самому себе. Контролировать свое время и свой доход. Самому решать, сколько работать и когда уходить в отпуск. Жить полной жизнью и знать, что вы действительно этого достойны. Даже если вы настроены скептически к частному бизнесу, вы должны понимать, что альтернативы сделать вашу жизнь лучше просто не существует. Мы провели опрос в центральных регионах России с тем, чтобы выяснить, как люди относятся к своей работе. Удовлетворены они или нет? Если не удовлетворены, то чем? Котовы ли они сменить работу? Открыть собственный бизнес? Вот таковы были основные цели этого опроса. Выявилось следующее. Одну треть работы полностью устраивает. Вторую треть работы устраивает, но не совсем. И, наконец, одну треть респондентов работы вообще не устраивает. То есть они хотели бы ее сменить. Что не устраивает? Во-первых, это невозможность заработать на достойную жизнь. На следующем месте идет то, что у людей не остается свободного времени. То есть они работают с утра до вечера. И, наконец, заработная плата не зависит от результатов труда. Как ты не работаешь, заработать все тот же. И вот эта вот уравнительная система распределения, доставшаяся нам еще от Советского Союза, она мешает людям, собственно говоря, повышать свой материальный статус за счет более качественного труда. Отсюда вот и неудовлетворенность работы. И, в общем-то, готовность, с моей точки зрения, достаточно большой части населения, это 33%, открыть свой бизнес. Итак, вы решились. Но как начать собственный бизнес? Рассмотрим возможные варианты. Часто, когда люди думают об открытии своего дела, они рассматривают вариант франшизы. Заплатив за лицензию, вы получаете бизнес под ключ и становитесь предпринимателем автоматически. К вашим услугам технологии ведения бизнеса, проверенные компанией бренд, который вы используете. Это оправданный и простой план. Единственная проблема – это стоимость лицензии. Она составляет от 5000 до миллиона долларов. Прямо скажем, франшиза не каждому по карману. Второй популярный вариант стать независимым предпринимателем – начать собственный бизнес. То есть вложить небольшой стартовый капитал в дело, которое вам кажется перспективным. Вы можете открыть магазин, кафе, автомастерскую, салон красоты, дизайн-бюро или службу доставки обедов. Хотелось бы сказать – да, прекрасно. Счастье и свобода совсем близко. Теперь все в ваших руках. Но вам понадобится взять помещение в аренду, постоянно думать о зарплате ваших сотрудников, системе безопасности, бухгалтерии, налогах и тысячи других проблем. И когда вы обнаружите, что работаете 7 дней в неделю, 365 дней в году, открывая двери офиса утром и закрывая их поздним вечером, вы поймете, что ваш бизнес завладел вами и вашим временем. Вернемся к нашему графику. При удачном введении дел, в постоянном спросе на ваш продукт или услугу, ваши доходы будут расти. Но тем не менее, как и в случае с наемным трудом, ваше личное время будет принесено в жертву процветания. Еще одна важная деталь – доход в традиционном бизнесе не имеет четкой тенденции к росту и напрямую зависит от вашего участия. Вы будете приходить на работу в любое время, сможете самостоятельно решать, когда уходить в отпуск, но уверены ли вы в том, что ваш бизнес будет работать в ваше отсутствие? Вряд ли. Печальная статистика утверждает, что 95% частных предпринимателей терпят неудачу и разоряются в первый же год работы. Получается, что и частный бизнес не является гарантией свободы и счастья. Тогда существует ли проверенный путь начать свое дело, которое сочетало бы надежные технологии франшизы, свободу частного предпринимателя и возможность неограниченного дохода при минимальных стартовых вложениях. Да, такой бизнес существует. Это сетевой или многоуровневый маркетинг. Я успешно занимаюсь этим бизнесом уже 14 лет и хочу поделиться своим опытом с вами. Сейчас я познакомлю вас со своими коллегами и мы вместе расскажем вам, как начать бизнес сетевого маркетинга и уже через полтора-два года упорной работы выйти на доход 4 тысячи долларов в месяц. Независимо, сколько вам лет, где вы проживаете и какое у вас образование. По образованию я преподаватель детской художественной школы. Зарплата, конечно, там маленькая, плюс две подработки. И когда прозвучала такая фраза, что есть возможность зарабатывать столько, сколько сможешь, то, конечно, я за эту возможность уцепилась. Я всегда мечтала о неком своем деле, о своем бизнесе, но у меня не было капитала. Раз, и не было людей, которые бы что-то подсказали и научили бы работать тренера, такого наставника. И в сетевом маркетинге я нашел это все. Была цель, было желание выкарабкаться из нищеты, состояния. Я себе сказала, что я сделаю, я докажу, я буду жить по-другому. И эти люди, которые сегодня меня посылали, завтра будут мне завидовать и придут в сетевой маркетинг. Сетевой маркетинг, он позволяет реализовать очень важные ценности человека. То есть, как для женщины, как для матери, находиться больше времени со своей семьей. Бизнес, который можно вести одному и в то же время иметь доходы, позволяющие намного больше, чем в классическом бизнесе. Пойти, не пойти. Конечно, пойти. Хотя бы попробовать. Что это такое? Что же такое сетевой маркетинг? Слышали ли вы о таких брендах, как Amway, Ariflame, Faberlic или Tupperware? Все они выбрали сетевой маркетинг для продвижения и реализации своей продукции и достигли миллиардного товарооборота за несколько лет. Но как им это удалось? Традиционная схема продвижения товара от производителя к покупателю выглядит так. Компания производит товар, который имеет отпускную цену или по-другому цену производителя. Чтобы дойти до покупателя, товар проходит через руки крупного, среднего и мелкого посредника. Крупный посредник добавляет к цене производителя 30% своей прибыли, а также накладные расходы на транспортировку и аренду складских помещений, включая все это в свою отпускную цену. Следующий в цепочке посредник делает то же самое, но уже с отпускной ценой предыдущего посредника. Добавим к этому затраты на рекламу и наценку торгующей организации. В результате цена товара на прилавках магазинов будет выше отпускной цены компании-производителя в среднем на 500%. Шокирует, но в жизни все происходит именно так. Вот почему все больше фирм-производителей обращается к альтернативной схеме продвижения товара, названной сетевым маркетингом. Что делает компания, которая переходит на сетевой маркетинг? Она отказывается от услуг всех посредников и розничной торговли. Компания сама изготавливает, упаковывает, транспортирует, складирует и ведет учет выдачи товара. Накладные расходы остаются, но отсутствуют прибыли посредников, а это ни много ни мало 150% сэкономленных средств. Поэтому компания может себе позволить убрать из конечной цены товара 30%, сделав продукцию дешевле, чем у конкурентов в розничной торговле. Для продвижения товара к потребителю компания нанимает дистрибьютора, которому отдает 30% комиссии от оборота проданного товара. Чтобы расширить дистрибьюторскую сеть, компания платит каждому дистрибьютору за нахождение и обучение новых дистрибьюторов. На это компания затрачивает еще 30% из сэкономленных средств. Оставшиеся 60% компания вкладывает в разработку новых продуктов, которые включают научные исследования, совершенствование лабораторий, расширение производства. Конечная цена продукции всегда остается ниже, а качество выше, чем в классической схеме продаж. А теперь более важный вопрос. Почему из различных вариантов открытия собственного бизнеса вам стоит попробовать сетевой маркетинг? Потому что это простой бизнес. Все, что вам нужно сделать, это найти солидную компанию с уникальным расходовым продуктом. И как только вы находите такую компанию, ее инфраструктура становится вашей. Вам не нужно ничего разрабатывать. У них уже есть и помещение, и бизнес-план, и система обучения новичков. Интернет поможет вам развивать свой бизнес, не выходя из дома. Сетевой маркетинг часто называют бизнесом 21 века. Во всем мире им занимается 62 миллиона человек. Он динамично развивается, и каждые 10 минут дает одного долларового миллионера. У них. У нас все обстоит иначе, причем не в силу нашей специфической экономики или особенностей нашего менталитета. Дело в предвзятом отношении обывателей к сетевому маркетингу. Почему же люди не доверяют этому бизнесу? Да всего лишь в силу незнания и нежелания знать, что это такое и как работает. Этому была посвящена большая часть нашего исследования. На такой вопрос в лоб, согласились ли бы респонденты заниматься сетевым маркетингом, все-таки подавляющее большинство, то есть 60% говорят, нет, мы не согласились бы на это. Почему же люди, значит, вот не хотят заниматься сетевым маркетингом, что они видят там плохого? На первом месте такая позиция, мне не нравится уговаривать людей что-то покупать. На втором месте идет такая негативная черта, сетевой маркетинг это пирамида. Все деньги только у тех, кто наверху. Ну, люди сталкивались с разнообразными пирамидами и проецируют вот это все на сетевой маркетинг. И на третьем месте тоже такое важное положение, люди не верят, что на этом можно нормально заработать. Рассмотрим поподробнее основные заблуждения относительно сетевого маркетинга. Миф первый. Сетевой маркетинг это пирамида. Зарабатывает только верхушка, конечные дистрибьюторы зарабатывают мизерные проценты. Развенчать этот миф нам поможет простое сравнение двух структур – традиционный и сетевого маркетинга. Как устроена традиционная корпоративная структура? Наверху всегда директор или президент корпорации. Ниже стоят его заместители, под ними старшие менеджеры, еще ниже менеджеры среднего свина и в основе рабочий и младший персонал. В чем смысл корпоративной структуры? В том, что каждый представитель верхнего уровня зарабатывает больше, чем нижний. Напоминает ли вам этот порядок пирамиду? Без сомнения. Приходя в компанию сетевого маркетинга, вы начинаете создавать свою структуру продвижения товара, приглашая и обучая новых дистрибьюторов. Ваш доход складывается из товарооборота, который вы создаете лично, плюс процент с товарооборота, созданной вами сети дистрибьюторов. Система учета сетевой компании отслеживает вашу активность и выплачивает соответствующие вознаграждения. Уровень вашего дохода зависит только от ваших организационных способностей. Вы можете зарабатывать больше денег, чем пригласивший вас дистрибьютор и любой дистрибьютор, пришедший в компанию задолго до вас. Графически эта структура будет выглядеть как перевернутая пирамида. Количество мест на вершине не ограничено. Если называть вещи своими именами, то к сетевому маркетингу в большей степени применимы понятие «эффективный менеджмент». Второе распространенное заблуждение относительно сетевого маркетинга связано с образом, который сложился в результате контактов обывателей с представителями навязчивых продаж. Торговые агенты, чем-то напоминающие воспетых карабинников, без приглашения проникают в ваш офис и очень настойчиво предлагают товары сомнительного происхождения. Именно этот образ наносит наибольший вред имиджу сетевого маркетинга в России. Мы спрашивали, что повлияло в большей степени на ваше отношение к сетевому маркетингу. 43% говорят о том, что на их представление о сетевом маркетинге повлияли контакты с людьми, предлагающими что-либо у них купить. Отсюда и складывается такое негативное отношение, что это какие-то неудачники занимаются, что те, кто дошел до последней черты, что они распродают какие-то некачественные, как правило, товары, потому что очень часто это, в общем-то, обман, и люди обманывают, и об этом часто, кстати, говорят и СМИ, и так далее. Каждый день мы видим, показывают какие-то передачи о том, как поймали таких мошенников, всяких мошенников, о том, что распространяемые товары подделки. Это на самом деле понятно, вот мне как эксперту понятно, что это не имеет никакого отношения к сетевому маркетингу. Это мошенники самые настоящие, это подделки, но в сознании людей, к сожалению, это все проецируется именно на сетевой маркетинг, и это наносит по его развитию серьезный удар. Кто же такие настоящие дистрибьюторы сетевого маркетинга, и какова практическая составляющая их работы? Об этом мы подробно расскажем далее. Еще один миф, связанный с многоуровневым маркетингом, это то, что многие люди полагают, что в этом бизнесе нет больших денег, что этим занимаются либо студенты, либо домохозяйки. Чтобы опровергнуть этот миф, давайте рассмотрим возможности дохода, которые предлагает сетевой маркетинг. Сетевой маркетинг предлагает четыре возможности дохода, но, как правило, люди знают о первых трех возможностях, и четвертый остается для них неизвестной и непонятной. Но вот именно понимание вот этой четвертой возможности приведет вас к обязательному приходу в этот бизнес, как произошло со мной более 14 лет назад. Первая возможность – это экономия. Любой желающий может зарегистрироваться в компании сетевого маркетинга и брать продукцию для себя с 30% скидкой. Человек может ничего никому не предлагать, бизнесом активно не заниматься, просто экономить на товарах, приобретаемых для себя. Вторая возможность получать доход – это предлагать продукцию, которой вы пользуетесь своим друзьям, родственникам, коллегам и знакомым. Здесь вы зарабатываете 30% разницу между оптовой ценой, по которой покупаете продукцию у компании, и ценой, которую компания предлагает как розничную. Третья возможность получать доход – это пригласить несколько своих знакомых в сетевую компанию на правах дистрибьюторов, чтобы они либо экономили, либо просто предлагали продукцию своим знакомым. Этот вид дохода назовем приглашение и обучение консультантов. Про себя я могу сказать, что если бы бизнес сетевого маркетинга включал в себя только эти три возможности, и заключался в том, чтобы можно было экономить, продавать, либо нанимать мелких продавцов, я бы этим не занимался. Меня привлекла именно четвертая возможность создания дохода, потому что в ней весь смысл этого бизнеса. Предлагаю начать объяснение смысла этого бизнеса с той цели, которую мы хотим получить. Для начала поставим перед собой амбициозную задачу зарабатывать 4000 долларов в месяц. Что нам нужно делать для компании сетевого маркетинга, чтобы зарабатывать эти деньги? Нам нужно создавать соответствующий товарооборот. Компания платит 4% от созданного нами товарооборота. Если 4000 долларов – это 4%, следовательно, товарооборот, который нам нужно создавать для компании, равен 100 тысячам долларов в месяц. Цифра огромная. Если предположить, что один дистрибьютор делает в компании товарооборот 100 долларов, то для того, чтобы создавать товарооборот 100 тысяч, нужно построить организацию из тысячи человек. Если вы начинающий дистрибьютор, и приглашение трех-пяти знакомых кажется вам не такой уж простой задачей, а тысячи – просто фантастической, не торопитесь отказаться от поставленной цели. Если бы это было настолько сложно, как вы себе представляете, крупные корпорации не выбрали бы сетевой маркетинг в качестве стратегии продаж своего продукта. И миллионы бизнесменов во всем мире не связывали бы свое будущее с этой системой. Дело в том, что в построении вашего бизнеса вам будут помогать проверенные экономические законы, которые заложены в основу сетевого маркетинга. В нашем случае это закон геометрической прогрессии или дупликации. Этот закон объясняет, почему сетевой маркетинг также называют многоуровневым. Чтобы представить, как работает этот закон, нужно зайти на сайт любой социальной сети. Что происходит, когда вы добавляете нового друга? Вы автоматически расширяете сеть ваших потенциальных знакомых на количество друзей из списка добавленного вами человека. То есть, подключившись к социальной сети, вы расширяете круг ваших друзей и знакомых, а ваши друзья помогают вам в этом. На практике это выглядит так. Предположим, вы нашли пять человек, которые поняли идею этого бизнеса и пришли в него как организаторы. Что происходит дальше? Вы помогаете этим пятерым сделать то же самое – пригласить своих пять человек. По такому принципу строится ваша сеть от уровня к уровню. Используя дупликацию, мы можем строить организации любые по численности и создавать огромный товарооборот. Важно понять, задача этого бизнеса – не продавать в одиночку товар, а строить многоуровневую организацию дистрибьюторов, которые одновременно являются потребителями товара. Таким образом, получается, что этот бизнес, из работы с продуктом, превращается в бизнес по организации людей. Пугает ли вас теперь цифра тысячи человек? Если нет, то вы находитесь в нескольких шагах от поставленной цели. Достаточно быстро вы поймете, что задача зарабатывать 4 тысячи долларов в месяц является лишь промежуточной точкой в стремлении к финансовой независимости, свободе и счастью. Если вы поняли всю гениальность этого бизнеса, это не значит, что это способны понять все ваши знакомые. Поэтому приглашение людей – это работа. Для того, чтобы правильно строить этот бизнес, вам необходима система. Миллионы людей по всему миру уже достигли успеха в сетевом маркетинге и описали свой опыт. Поэтому вам обязательно нужно использовать проверенную систему построения этого бизнеса. В основе успешного бизнеса лежит продукт, в котором по-настоящему нуждаются люди – ваши будущие клиенты. Самый успешный бизнес – тот, который имеет уникальный и потребляемый продукт. Уникальный означает, что данный продукт обложен патентами и доступен только у избранных дистрибьюторов. Это является залогом того, что клиент захочет купить продукт у вас. Потребляемый означает, что клиент будет повторять заказы после вашего изначального усилия. Это ключевой компонент стабильного роста вашего дохода. Следует убедиться, что выбранный вами продукт находится в тренде. Тренды создаются, когда большая, постоянно увеличивающаяся группа людей нуждается в конкретном продукте. Не торопясь, попытайтесь выяснить, какие продукты пользуются наибольшим спросом, и есть ли тенденция роста этого тренда. Сегодня в России, как и во всем мире, первенство держит тренды косметических продуктов и продуктов, направленных на формирование здорового образа жизни. Так называемые продукты велнес. Важно, чтобы продукт нравился вам лично. Тогда вы сможете искренне рекомендовать его вашим клиентам. Вот именно поэтому у нас есть лестница, по которой сначала ты должен изучить саму продукцию, то есть должен в ней влюбиться, потом влюбить другого человека в эту продукцию, и тогда у тебя все получится. Есть любимые свои какие-то продукты в компании, поэтому для меня вообще никаких сложностей. Рассказывать о них я могу часами, рассказывать и мужчинам, и женщинам. Компания, с которой ты сотрудничаешь, у меня тут случай, это косметическая компания, но женщина и косметика, на мой взгляд, это вообще одно целое, и это большое удовольствие работать с этим продуктом. Вторым важным шагом будет выбор компании. Обязательно убедитесь в ее надежности. Если вы построите свою организацию, а компания уйдет с рынка, затраченные вами время и усилия будут потеряны. Поэтому, если вы не хотите рисковать, заключите контракт с солидной компанией, имеющей популярный бренд, или посоветуйтесь с действующим дистрибьютором. Компания, с которой я сотрудничаю, у нее очень большая инфраструктура, очень хорошая логистика, и достаточно иметь систему работы через интернет, которая позволяет в любом конце страны, где есть человек, компания туда доставит продукты или услуги, которые у нее есть. С одной стороны, у меня бизнес, но с другой стороны, я совершенно не привязана к какому-то конкретному месту. И вот это мне тоже очень сильно нравится, потому что я себя чувствую в этом плане свободно. Я могу уехать в любой город, в любую страну, и при этом я спокойна за свой бизнес. Он всегда со мной, я могу проконтролировать, я могу решить какие-то вопросы. Вот мне это очень сильно импормирует, нравится. Век интернет, то есть есть интернет-технологии в сетевом маркетинге, мы их как раз уже на протяжении 5 лет сильно развиваем. Ну и как раз в итоге получается, что от дома до твоей работы буквально несколько секунд идти надо. То есть ты открываешь компьютер и начинаешь свою жизнь. Посредством интернета это можно все на автомате поставить, автоматизировать процесс. То есть запускаешь сайт, и он работает. Запускаешь объявление, люди читают, приходят. Притягивающий маркетинг. Это легко, это здорово. Вы выбрали продукт, заключили контракт с компанией и теперь готовы к активным действиям. Вы можете сразу перейти к продажам и построению своей организации, а можете подойти к делу профессионально, освоив технологии и выяснив все толкости этого бизнеса. Воспользуйтесь системой обучения, которая для этого и создана. Вам следует пообщаться с опытными дистрибьюторами, пройти ряд тренингов, которые помогут освоить навыки общения. Помните, что каждая минута и рубль, потраченные на то, чтобы узнать, как лучше контактировать с людьми, вернутся к вам в виде гораздо большего количества рублей и времени. Поступили бы вы так, занимаясь традиционным бизнесом? Если да, то вам пришлось бы самостоятельно искать необходимую информацию по экономике, разбираться с налоговым законодательством, думать о рекламе. В случае с сетевым маркетингом вы приходите в отлаженную систему, где все к вашим услугам. В традиционном бизнесе человек, скорее всего, волк-одиночка. А здесь это командный бизнес, где каждый заинтересован в успехе другого. Люди открыты и делятся своими наработками. И самое интересное, что вся эта система обучения в сетевом маркетинге, она подразумевает желание вышестоящего обучить этому нижестоящего. Чем лучше ты будешь жить сам, тем будет лучше и тебе, и выгодно мне. Пропустим этапы, необходимые в традиционном бизнесе. Поиск офиса и помещения под магазин, аренду складских помещений, покупку технологического и офисного оборудования. Вам это не понадобится. Учет вашего товарооборота и доставку продукта компания также берет на себя. Если вы решили использовать четвертую возможность ведения бизнеса в сетевом маркетинге и полны энтузиазма для построения собственной организации, все, что вам понадобится – телефон, интернет и информационные продукты, которые помогут вам в вашей работе. Теперь вы в полной мере можете использовать полученные знания для привлечения дистрибьюторов в вашу организацию и их обучение. Начните искать кандидатов, используя объявления в газетах, интернете среди знакомых. Стабильность вашего дохода и его рост будут напрямую зависеть от успехов тех, кого вы будете привлекать. Секрет в том, что нужно иметь терпение для обучения других, и тогда вы сможете сделать больше. Не забывайте, что компания платит вам не за количество дистрибьюторов в вашей организации, а за товарооборот, который она создает. Система будет работать, если продукцию постоянно будут покупать все участники сети и их клиенты. Продвигая уникальный продукт вашей компании, вы делаете свою жизнь и жизнь окружающих вас людей лучше, а попутно обретаете свободу, время и приличные деньги. Посмотрите, ваша сеть растет, а вместе с ней растет ваш доход. Это именно та цель, которую мы поставили, начав рассказ о сетевом маркетинге. С каждым годом вам понадобится все меньше усилий и времени на поддержание вашей организации. Бизнес сетевого маркетинга работает на вас, а не вы на него. Участвуя в обучающих семинарах и конференциях, вы познакомитесь с большим количеством единомышленников из разных городов и стран. Работая дома по 2-3 часа в день, вы сможете сами воспитывать детей, заниматься любимыми делами. Вы сможете самостоятельно выбирать время для отдыха и путешествовать сколько сочтете нужным, открывая для себя новые удивительные места. Однажды раскрутив маховик этого бизнеса, вы сможете долгие годы жить полноценной жизнью и чувствовать гордость за то, что вы создали. Чем хорош сетевой бизнес? Наверное, это может быть самое важное его преимущество, это то, что ты когда-то, сделав один раз хорошо свою работу, ты можешь потом получать остаточный доход за эту работу. Те люди, которые приходят в мою организацию, я им говорю простые вещи. Подумай о том, сколько ты хочешь здесь заработать, какие тебе нужны деньги. У нас есть все для того, чтобы ты осуществил свои мечты. Но я хочу, чтобы ты работал. Хочешь ли ты зарабатывать здесь? Хочешь ли ты путешествовать здесь? И хочешь ли ты вообще чего-нибудь в жизни? Это мотивация изнутри. Ты хочешь к чему-то. Это не движение как бы из страха, да? Либо потому что ты должен. А движение к чему-то. Движение к тому, что ты хочешь. В этом бизнесе не достигают успеха по двум причинам. Либо его начинают, либо не продолжают. То есть успех, как дембель в армии, он неизбежен. Просто необходимо идти до конца. Вот само главное нужно делать. Оставайтесь на старой работе, не уходите. Останьтесь, попробуйте. Это бизнес, который можно совмещать, его и нужно совмещать. А вот если нет основной работы, то тем более нужно делать, начинать и делать. Вот ничего не теряет человек. Абсолютно ничего. То, что здесь нет трудностей, это неправда. И никому не верьте, пожалуйста. Это очень большая работа. Но работа не физическая, а работа вот эта. Поэтому, когда говорят, что не получится, когда говорят, что поздно, вот я всегда отвечаю людям, давай попробуем вместе. И напоследок вопрос. Может быть, хватит работать на чью-то мечту, и пора начать осуществлять свою? Поэтому сделайте следующий шаг и начните бизнес в сетевом маркетинге. Пожалуйста, обратитесь к дистрибьютору, который дал вам этот фильм. Он поможет вам найти компанию, способную привести вас к поставленным целям.